Доброе утро, мои прекрасные зрители! Приветствую всех на своем канале. Ну что ж, посмотрите своими глазами, как обстоят дела в зоне, где объявлен карантин, в зоне, где отменили школьные занятия, в зоне, где отменили, отменили даже рынки. Для меня это очень странно, потому что, на мой взгляд, должны сначала закрыть супермаркеты, потому что это не вентилируемая территория. Мы все знаем, что вирусы, они распространяются и лучше себя чувствуют там, где нет ультрафиолета, там, где не проходит обновление воздуха. Но, тем не менее, я показывала директиву, по которой то ли рекомендовано, то ли приписывается прямо-таки в императивном порядке закрыть рынки. Смотрите своими глазами, сегодня мы вышли на пробежку. Время, когда мы были в городе, это примерно 9 часов утра. И судите сами, я зашла в супермаркеты, я зашла в большое количество интересных мест. Вы сможете сами оценить ситуацию, потому что очень разные комментарии, я считаю, под своим видео, посвященным коронавирусу. Кстати, никто не обратил внимания, что коронавирус написан с ошибкой. Это сделано специально для того, чтобы YouTube не блокировал эти видео, для того, чтобы они не проходили очень долгую тщательную проверку, потому что я много раз говорила, что на YouTube все достаточно специфически. Никто мне не написал, что в этом слове есть ошибка, потому что эти видео, по всей видимости, люди ждут. То есть они обращают внимание, о, есть новое видео, никто не обращает внимания на, скажем так, то, как написано само слово, потому что, на мой взгляд, это все-таки показатель некой паники, вот такое ожидание новостей, что называется, с места событий. Напомню, что я живу в городе, который находится очень-очень близко, к зоне ВО, где был первый случай, первый смертный случай. Это мужчина 78 лет. Посмотрите, сегодня пришло вот такое предписание по городу Монте-Гротте, потому что каждый город имеет свое предписание. И именно от этого зависит, забегая вперед, скажу, будут ли работать рынки. Каждый синдако, то есть каждый мэр, решает ли своего города, разрешить рынок завтра, либо не разрешить. И нам предписано, если мы были в зоне ВО, если мы там проезжали, либо останавливались, и что-то там делали, гуляли, ели с кем-то общались, нам предписано обратиться вот по такому горячему телефону. Ну что ж, смотрите сами. Напомню, время 9 часов утра, 9.30. То есть на улицах достаточно безлюдно, но тем не менее 9.30 утра для Италии – это разгар рабочего дня, потому что рабочий день начинается в 8.30. Ну что ж, дорогие зрители, мы на пробежке. Первое, что я вижу, что я замечаю, что сегодня самый обычный рабочий день. Все, кто выходит на работу в это время, напомню, вчера у нас был выходной день, все, в общем-то, сегодня на работе. Например, рядом с домом у нас интенсивно высаживают деревья. Как вы можете видеть, люди без масок, люди, в общем-то, просто в своей рабочей одежде. Я не встретила ни одного прохожего, а мы бегали до центра нашего города, я не встретила ни одного прохожего в маске. Сажать будут сегодня деревья, и, в общем-то, самый-самый обычный день. Мы продолжаем свою пробежку, практически возвращаемся, и многие, кто гуляют с животными, они, в общем-то, как гуляли с животными, так и гуляют с животными, они тоже все без масок. В одном из своих видео я говорила, что мы не совершаем покупки впрок уже очень давно, поэтому у нас, на самом деле, даже нечего на завтрак предложить детям, которые и так должны были остаться дома. Но вот как-то так получилось, что мы не заготовились, рассчитывая как раз-таки сегодня вторник на самый обычный рынок. Обычно во вторник мы покупаем на рынке многие вещи, и я оставляю своих на площадке, где, кстати, и идут работы, и отправляю в супермаркет. Вот так выглядит супермаркет. Как вы можете видеть, никаких объявлений нет на дверях, и мы можем видеть, что люди работают, они заняты работой, потому что, повторюсь, вчера был выходной день, и мы тоже можем видеть, что все работники, они без масок, все работники также без перчаток. Давайте посмотрим на полки. Ну, я думаю, что здесь без комментариев сразу видно, что на полках, в общем-то, все в изобилии. Я беру традиционный хлопья, без труда их нахожу. На самом деле, все, что мне нужно было для завтрака, я все без труда нашла. Цены не повысились, не понизились, все как было, так и есть. Вот, пожалуйста, яйца. Примерно всегда так и выглядит полка с яйцами, поэтому даже свежие яйца, они тоже в наличии. Беру яйца для того, чтобы приготовить детям омлет сегодня на завтрак. Что дальше? Ну, дальше, в общем-то, мы видим, работа продолжается. Люди без масок, что посетители, что те, кто работают непосредственно в супермаркете. Иду дальше по супермаркету. Картины меня не удивляют. Я не ожидала никакого ажиотажа, я не ожидала пустых полок. Я, ну, в общем-то, я уже высказывалась по этому поводу. Вот, пожалуйста, опять работник супермаркета, он без маски. Все посетители тоже без маски. Человек-кассир на кассе, он тоже без маски. И он без перчаток. Опять же, мы видим полки, переполненные едой, любыми продуктами. Я, на самом деле, показываю вам практически весь супермаркет. Потому что, чтобы картинка была целостной, чтобы никто не мог подумать, что, возможно, что-то я скрываю. Я думаю, что многие зрители уже поняли мое отношение к этой ситуации. Я считаю, что новости подобного рода очень хорошо продаются. На них очень хорошо зарабатывается. Я расскажу вам о ситуации, которая сложилась здесь, в Европе. И я думаю, что очень многие мои зрители не знают об основной проблеме Италии, не знают об основной проблеме Евросоюза. Даже те зрители, которые смотрят мой канал на русском языке, возможно, переехали жить в Канаду, либо в Соединенные Штаты Америки. Я думаю, для них услышать правду о тех новостях, которые переполняют италоязычные каналы, будет очень-очень удивительно. И это, опять же, в копилку наших знаний о том, точнее, моего представления лично снова о том, что определенные новости очень хорошо продаются, очень хорошо зарабатываются. И зачастую мы видим ситуацию из тех или иных новостных программ, которые не просто отличаются от реальности, которые прямо-таки зачастую на 180 градусов отличаются по своей сути. И я могу сказать об этом и судить, как человек, который давно живет в Италии, который в свое время за новостями следил. Именно поэтому сейчас я не слежу за новостями. Нам, как вы видите, предлагается поесть клубнику. Как вы видите, опять же, полки переполнены. То есть, недавно был завоз, все работает, функционирует так, как должно быть. Вчера в новостях я прочитала, что количество погибших от коронавируса в Италии достигло 7 человек, что прервано сообщение поездами на определенных региональных, то есть не национальных, а именно региональных линиях. Но могу сказать, что пока мы сами по этим веткам не проедемся, не купим билет на тот или иной поезд, вот, пожалуйста, салат свежий, сегодня именно его я и предложу своим на обед. А так вот, пока мы не купим билет и не убедимся, что да, вот здесь не идут поезда, а вот здесь они, возможно, не останавливаются, хотя раньше должны были. Я имею в виду, прежде всего, город Кадонию. Я показываю, кстати, себя, что я без маски, без перчаток. И сейчас я покажу вам другую руку, потому что, ну и в другой руке у меня тоже нет маски. И могу сказать, что вот пока мы сами не сядем на этот поезд и не убедимся, что да, линия работает, либо линия заблокирована и карантин, в общем-то мы, наверное, и не сможем судить, правду ли нам рассказывают, потому что то, что пишут даже в итальяноязычных СМИ, оно заставляет, ну, испугаться, как минимум, если уж не подвергнутся панике. Вот такая моя закупка, вот такие закупки делают люди передо мной и после меня, как вы видите, в общем-то пиво, немного яиц, но все традиционно. То есть никто не закупается на случай какого-то тотального карантина. Егорка пришел за мной в супермаркет, они меня потеряли, пока я снимала, и он помогает мне нести сумку. Вот такую сумку мы вынесли, то есть мы не вынесли 2-3 тележки, как часто бывает рассказывают и показывают. И сейчас я, кстати, отправлюсь, мои пойдут домой уже готовятся к завтраку, а я отправлюсь, да-да, я отправлюсь именно на рынок, который должен был бы быть отменен, но его не отменили. Более того, давайте посмотрим, сели рыночные места, заняты, либо кто-то действительно не приехал, всего того, что, ну, посоветовали нам в нашем регионе приостановить рынки, приостановить любые публичные какие-то манифестации. Люди продолжают свою работу, я же иду непосредственно там, где находится рынок, вижу, вижу, что я вижу, я вижу следы карнавала. Безусловно, карнавальные шествия, да, они были отменены, но люди гуляют, дети гуляют, люди не сидят дома, охваченные паникой. Это к вопросу о том, как себя чувствуют здесь итальянцы. Но вы можете видеть издалека, хотя, возможно, вам не совсем понятно, это очень маленькая площадь и все торговые места, я уже отсюда вижу, все торговые места заняты. То есть все, кто традиционно бывают на рынке, все они приехали на рынок. Я поговорила с продавцами на рынке и спросила, как они узнают о том, что рынок должен состояться и может состояться, и вообще, почему рынок состоялся. Оказывается, будет рынок или нет, отдано на откуп каждой коммуне, проще говоря, каждому городу, и синдаку, то есть мэр, решает, завтра будет рынок или нет. Мне сказали, что, конечно же, самый сложный день был именно сегодня, потому что после выходного дня, после последних новостей, никто не знал, где, в общем-то, узнавать, разрешен рынок или нет, но сегодня рынок разрешен, сегодня все приехали. Возможно, завтра крупный рынок в Абонатерме, который на данный момент отменен, возможно, завтра он тоже состоится. Могу сказать, что все работают, мы видим, даже парня я засняла, потому что автошкола, она тоже работает, несмотря на то, что, как я рассказывала в предыдущих видео, было настоятельно рекомендовано отменить все подобные публичные мероприятия, в том числе и то, что касается образования, но, тем не менее, школа, по крайней мере, школа работает, и сегодня было достаточно много подростков, которые, по всей видимости, практиковались в езде на мотоцикле. Дорогие зрители, желаю всем хорошего настроения, бодрости, духа, не болейте, увидимся очень скоро, это была Яна Скворцова, всем пока-пока. Один большой. Да, очень красиво. Один большой и один маленький. Пока.